всем привет сегодня хочу сделать такой видеоролик посвященный моей большой радости сегодня получила свою посылку который в принципе ждала до нового года но к сожалению немножко не успела она приехать поэтому получила ее сегодня первый рабочий день сейчас покажу о чем идет речь вам знакомо вот это название я заказывала на сайте сигмы себе несколько кисточек и вот сегодня пришли вот такой вот упаковки внутри в принципе все не одинком подложечка такая пупорчатая вот из какие кисточки не пришли первая вот такая вот кисточка для контурной коррекции по номерам вообще не знаю как бы считать это номером или как такой номер вторая кисточка такая для теней номер так дети кисточка растушевочная такая вот пушистенькая также в подарок мне положили вот такой вот коробочку коробочки тоже кисточка маленькая коротенькой ножки дорожная версия не видно я 25 но такая тоже пушистенькая вот такие кисточки я получила кисточки лежали от в таком красненьком чехольчики ну и теперь скажу о своих впечатлениях на кисточках я конечно знала что они очень хорошего качества кисти сигма но чтоб настолько я просто в безумном восторге они нереально мягкие ну я просто даже не знаю ну так что растушевочная тут она само собой она мягкая но то что вот для теней она будет такая мягкая я просто даже не думала и просто очень довольна рада кисть для контура тоже нереально мягкая прямо хочется все время трогать трогать глаз вот такие вот штатурки положились какую-то брошюрку это что касается моей посылки пока шла с почты домой заскочила в магазин в принципе заскочила только за одной вещью это вот за завивка для ресниц потому что моя старая завивка она уже пришла мне годность ну и выглядит уже плохо я собственно от нее избавилась и решила себе обновить купила об самую обыкновенную вот такой вот завивку в комплекте идет два запасных две запасных резиночки и соответственно как маньяк косметики я решила пройтись по стендам и вспомнила что у меня заканчивается моя база от тени от маг в принципе не знаю насколько есть вероятность что я еще ее куплю потому что ну как-то я от нее не очень в восторге не очень мне нравится как на нее кладут стени поэтому купила на замену временно от базу люмине слышал что ее все хвалят ни разу не пользовалась не пробовала поэтому вот купила там принципе тестер был я пощупала консистенции мне показалось очень неплохим поэтому не решила взять попробовать такой вот кремовая на растушевывается на ощупь такая чуть-чуть липковатая но кожа делает бархат на не знаю насколько хорошо на ней подлежат тени буду пробовать дальше что я еще себе приобрела это вот такую вот помаду люмине серия bio натурал кот почему я взяла в принципе я не знаю даже помад люмине у меня ни разу не было поэтому по качеству ничего не могу сказать но почему я именно ее купила потому что если все увидите такой цвет такой цвет я давно искала потому что у меня есть карандашик отелье такой цвет фуксия и соответственно под него я искала помаду кажется я ее нашла буду пробовать в принципе там был тестер я его попробовал на руке офигеть вот так что лето будет ярким единство что мне не нравится в этом магазине что они понятно что для своей безопасности обклеивают весь товар всю косметику скотчем причем конкретно поэтому когда воздираешь у него получится вот такой вот неприятный вид потом как я не старалась аккуратно это сделать получилось конечно жутко так ну и еще что я взяла это такие вот два блеска хваленые от фирмы риммл первый цвет номер 290 такой и второй блеск цвет 260 вот к сожалению там тестеров на них не было поэтому взяла их буквально на свой страх и риск чисто ради интереса чтобы попробовать эти хваленые блески соответственно прибежав домой я их сразу же намазюкала один из них вот самый светлый который номер 260 он на мне сейчас мое мнение мое мнение что блески отелье никто не переплюнет вот хотя в принципе в упаковке цвет очень красивый такой переливает с каким-то там мелким мелкими такими блестками 2 правда он более но не матовый даже глянцевый практически без блесток не понравился мне как он выглядит на губах вопрос потому что не мой цвет хотя цвет очень красивый сам по себе в упаковке выглядит цвет лучше чем на губах вот этот наверно более носибельный будет он более нейтральный единственное приходится перед нанесением немного тонировать губы потому что у меня свои губы они такие какие-то от алого цвета и блеск прозрачные он когда смешивается с моим собственным цветом губ выглядит не очень красиво поэтому приходится чуть-чуть наносить либо тон либо корректор на губы припудривать и тогда сверху уже блеск отелье лучше вот хотя стоит он не намного дороже но я все-таки склоняюсь к тому что наверное не буду изменять своему любимому бренду своей любимой марки кто бы что про них не говорил хорошее или плохое моя любовь с ними навеки кстати говоря в эту субботу если вдруг девочки которые живут в россии в москве а именно в москве если будет интересно в эту субботу какое-то будет число у нас 15 число в школе отелье будет проходить день открытых дверей там будут скидки на по моему если не ошибаюсь на помады в стике и скидки на обучение в этот день вот кто придет и там оплатить сразу обучение то получит по моему 10 процентов или 15 скидку плюс ко всему можно будет посмотреть 4 бесплатных мастер-класса от от профессионалов насколько я помню там будет давать мастер-класс валерия куцан выдавать мастер-класс людмила тараканова также будет мастер-класс по гриму и один по моему с прическами но если я ошибаюсь меня можете поправить вся эта информация лежит на официальном сайте от мейкап ателье могу оставить внизу ссылочку кому будет интересно вот день открытой двери и предполагает бесплатный вход бесплатная просмотр этих четырех мастер-классов и шоппинг косметика вот так что это собственно все а забыла пардон забыла самое главное мне вчера удалось приобрести крема которым я на днях разговаривала с вероникой спрашивала у нее пользуется ли она или нет и она сказала что нет и я решила попробовать потому что давно о нем наслышанной хороших и плохих единственное только могу сказать что я лох полный поехала в аптеку заранее не изучив так скажем информацию правого этот тональный крем а именно про оттенки и мне видимо не очень профессиональный человек который работает в аптеке навешивала на лапши на уши что у именно вот этого тонального крема норма дерм тент всего три оттенка как оказалось их 5 и соответственно нам не из этих трех дала самый светлый принципе там такое было освещение что попробовав его ну потестив его мне показалось что он достаточно подходит мне по цвету придя домой включив лампу дневного света я поняла что я лох он конечно темный но я его обязательно буду использовать ближе к лету потому что я даже не ближе к лету наверно уже начиная с середины апреля потому что я собираюсь ехать в египет там я естественно под загорю и буду пользоваться обязательно этим кремом сегодня правда я в нем единственное совсем тоненьким слоем его положила и сверху припудрила более светлой пудрой и уже на этом этапе могу сказать что мне в принципе он на данном этапе понравился правда я думала что он плотнее чем чем он на самом деле оказался на самом деле он достаточно жидкий но он даже более похож на флюид чем на тональный крем можете видеть капелька покрытие у него достаточно хорошая растушевывает замечательно перекрывает красноту в общем пока вот он весь день на мне держится никуда не всплыл и никаких таких отрицательных моментов я пока не заметила хотя в принципе его использую только один день большой плюс то что он не подчеркивает каких шелушений наоборот мне кажется что он их не ну как так скрадывает сглаживает и пока на данном этапе я ему из пяти баллов ставлю 5 ну вот только что цвет немножко не угадала я даже не знаю вот стоит мне покупать еще какой-то другой светлый цвет или стоит подождать просто пока немного под загорю я подумаю потому что грядет меня поездка в отелье из ателье я никогда практически не ухожу без покупок потому что увидев стол огромный стол метров пять заваленный разнообразием косметики там просто конечно стоишь завороженная и потеет ручки о том что от мысли что ты возможно сегодня уйдешь с пустым кошельком вот ну конечно не купить там что-то невозможно потому что конечно это разнообразие красок и знание того что это косметика конечно просто окупительного качества она заставляет сразу задуматься и вспомнить что нужно в первую очередь чтобы построить порядок своих приобретений вот пока даже не знаю что я планирую там покупать у меня в принципе заканчивается база под тональник не заканчивается конечно но вот ее уже вот чуть-чуть осталось хочу наверное базу купить себе тон у меня вот здесь матовая баночка не видно но как бы я знаю что тоже осталось совсем немножко ну и конечно хочу приобрести одну новую палетку под номером 8 это такой цвет сочной зелени она конечно очень красивая если вдруг мне повезет и я ее куплю либо если я ее не передумаю покупать тогда обязательно сниму новое видео о своих покупках по ходе в ателье если мне удастся сделать какие-то фотографии просто сообщите если интересно я смогу их выложить с мастер-класса вот так что такие вот новости такие дела спасибо что были со мной подписывайтесь оставляйте комментарии и всем пока хорошее настроение